Радио Болтком Внезапно возникшие и забытые компании в прессе Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха Проблемы настоящие и выдуманные Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе Подоплёка На Радио Болтком Подоплёка Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня мы говорим о таможне и продолжаем тему следствия Которое производится в нашей стране в отношении совершенных преступлений Сегодня речь пойдет о преступлениях в сфере налогов И в частности о контрабанде И на прямой связи с нами через ЗУМ депутат Сейма Бывший руководитель отдела расследования службы госдоходов Латвийской Республики Любовь Швецова Добрый день, Любовь Добрый день Оперативный повод к сегодняшней теме Была публикация о том, что разразился конфликт Ну, собственно говоря, он уже продолжается Как пишут в прессе уже в течение двух лет Между министром финансов Янисом Рейерсом и руководителем службы госдоходов Ивы Яунземы И этот конфликт касается работы вверенной госпоже Яунземы службы В частности, речь идет о той организации, о том ведомстве, в котором вы ранее работали И у министерства финансов были претензии к ее работникам Они считали, сочли, что они некачественно выполняют свои обязанности Передали документы госпоже Яунземы С предложением возбудить дисциплинарные дела в отношении этих сотрудников Однако же госпожа Яунземы этого не сделала И это послужило причиной для того, чтобы Янис Рейерс объявил выговор своей подчиненной госпоже Яунземы А она его оспорила в суде А теперь она выступает, ну, подала фактически тоже иск о том, что Янис Рейерс, сообщив о том, об этом конфликте Фактически разгласил информацию ограниченного доступа И, в общем, это такая ситуация, которая, ну, наверное, прямого отношения к расследованию таможенных преступлений не имеет Но все-таки она создает какой-то негативный такой контекст вокруг расследования этих преступлений И вокруг контрабанды в целом Ну, то есть, как бы создается впечатление у обывателя или там у стороннего наблюдателя о том, что Вместо того, чтобы действительно устранять какие-то недостатки Или пытаться призвать сотрудников ответственных к более четкому исполнению обязанностей Одна служба защищает честь мундира Или один чиновник защищает честь мундира А другой пытается призвать его к порядку Вот как вам кажется, или представляется, ну, как бы, как человеку, который изнутри видел эту работу ранее Вот текущая ситуация Как вам кажется, правильно ли это, неправильно ли? Можно ли было иначе решать этот вопрос? Да, вопрос, безусловно, очень интересный Но сразу, может быть, сделаю небольшой такой экскурс в историю Я проработала в службе госдоходов финансовой полиции 21 год И за эти 21 год работы в системе Все генеральные директора службы госдоходов Ну, практически все, за исключением одного генерального директора или двух Они как бы вынуждены были расстаться со своей должностью Как раз по причине конфликтной ситуации с правоохранительным блоком А именно на тот момент это была финансовая полиция Последние дамы, которые как бы ушли с работы И были генеральными директорами службы госдоходов Напрямую из-за внутренних перепитий и несогласия между административным блоком Службы госдоходов и уголовно-профессуальным блоком Нужно понимать, что на самом деле исторически сложилось И это однозначно происходит Как только меняется политическое руководство Министерства финансов Практически автоматически тут же меняется и генеральный директор службы госдоходов Это взаимосвязано напрямую И одним из самых влиятельных блоков, безусловно, в системе службы госдоходов Является правоохранительный блок То есть служба и структура, которые используют оперативные и следственные действия Уголовно-профессуальные для борьбы с налоговыми и таможенными преступлениями Почему так происходит? Потому что, наверное, нужно понимать, что экономика является основной составляющей развития общества Основной составляющей развития государства как такового И поэтому политическое влияние на администрирование и на процесс администрирования политически принятых законодательных факторов Оно тоже, безусловно, имеет очень большой вес и огромное значение Поэтому неудивительно, как только меняется Министр финансов Меняется автоматически генеральный директор службы госдоходов Мы видим, что в этой ситуации, которая у нас была в 2018 году Поменялась руководство Министерства финансов От зеленых и крестьян, она перешла к новой вене И это госпожа Яунзену на должность Как бы все-таки согласовала и поставила и назначила, скажем так Предыдущая еще составляющая правительство Поэтому и вытекают отсюда консеквенции о возможных трениях между новым министром финансов и госпожой Яунзеной Но нужно понимать, что госпожа Яунзеная тоже непростой человек У нее, безусловно, тоже есть своя политическая поддержка Своя историческая, как бы сложившаяся конъюнктура и блок поддержки И поэтому происходят такие достаточно определенные трения Мы также прекрасно понимаем, и хоть это на поверхности и не видно Что реальные вопросы, безусловно, на тактическом и оперативном уровне решает Не министр финансов, а люди, которых он ополномачивает, это решает А именно его советник господин Чернец Который является куратором именно правоохранительного блока службы госдоходов И, наверное, в кулуарах уже действительно весь этот промежуток времени идет дискуссия Именно о конфликте между правоохранительным блоком и административным блоком Как таковым, на самом деле, конфликт между Яунзеной и Чернецкой Вот и все Так как тема и ответственность очень существенная и имеет очень важное значение То понятно, что просто-напросто происходят определенные трения Истинной целью которых просто-напросто Это перенятие контроля Контроль над ситуацией Контроль над потоками финансов Над потоками, возможно, каких-то определенных Официальных и неофициальных, назовем это, грузов И это связано с политическими, скажем так, трениями И усилением или уменьшением, наоборот, какой-то политической силы, влиянием Но позитивная сторона в этом В чем я вижу, что с одной стороны, конечно, наверное, это непонятно Для цивильных людей Но для тех, кто в этой системе работает Кто понимает, как это действует Это сигналы о том, что, как бы, ну, а к кому обращаться, когда сложные вопросы Понятно, что если на Ялдуму завозятся административные дела То она не тот компетентный человек, который будет решать проблемные вопросы И это автоматический сигнал со стороны Министерства финансов О том, что компетентные люди или силы, которые решают эти вопросы Находят в Министерстве финансов То есть это блок нового времени Это его советник, господин Чернец То есть это такая, если мы говорим о подоплеке Так я вижу подоплеку развития этих событий Теперь, если мы переходим на правовое поле То с точки зрения того, что если мы принимаем наше государство все-таки правовое И любым трением и переделом сфер влияния необходима в том числе и правовая рамка То я уважаю решение госпожи Яунзина Она молодец, она держит, как бодрячком, я бы сказала И она обжаловывает все административные ресурсы решения Которые принимает Министерство финансов Для того, чтобы защитить свою позицию И с точки зрения правовой именно Я считаю, что ей нечего Не в чем ее упрекнуть, скажем так Почему? Потому что человек Да, вы понимаете Когда у вас в организации работает 4000 человек То быть уверенным в том, что где-то каким-то образом В какой-то структуре не произойдет срыв, назовем это так Или правонарушение, или это, возможно, преступление Или иные всякие разные переписи С негативным контекстом Но это невозможно Потому что такой большой коллектив Даже в группе из 10 человек Ты не всегда можешь быть уверен За каждого из 10 человек Что он именно так поступит Именно у него не будет скрытых умыслов Не будет какой-то ситуации Работать с людьми Это всегда сложная работа 100% прогнозировать поведение Модель поведения Мотивацию людей Никогда не сможешь Это, скажем, такая Ты можешь уменьшить Ты можешь руководить рисками Более успешно или менее успешно Это зависит от профессиональной качества руководителя Каким образом он руководит коллективом Какие у него определенные знания Есть очень хорошие менеджеры Которые Менеджеры работы на внешнем, скажем так, сегменте Это вот с аудиторией, с прессой и так далее И тому подобное Есть руководители, которые очень хорошо работают С персональным составом Это опять, скажем так, другой тип руководителя Но руководить таким огромным коллективом С такой сложной тематикой Которая контролирует практически все потоки денег и грузов Это сложная работа Она была, есть и будет сложной всегда Она была, есть и будет всегда политически обусловленной И она всегда будет зависеть от политических решений И от конъюнктуры на политическом рынке Но все-таки, Любовь, скажите, пожалуйста Ну, со стороны выглядит, что при проверке Вышестоящая организация, в данном случае мы имеем в виду Минфин Обнаружила какие-то недочеты в работе вот этого многотысячного коллектива И его конкретных сотрудников И передала эти документы, материалы, ну, какого-то своего проверочного дела По инстанции Эта инстанция говорит, нет, у нас все в порядке Сотрудники ни в чем не виноваты Никаких проверок дополнительных я возбуждать не буду Где здесь правда? То есть, вы предполагаете, что Минфин Ну, как бы, тенденциозно Истолковав какую-то информацию, потребовал крови А Яунземы грудью встала на защиту своих сотрудников И их профессионализма и так далее, и так далее Вот как на самом деле выглядит эта ситуация? Понимаете, на самом деле выглядит ситуация Один момент, как она выглядит или показывается наружу прессе из общества Второй момент, какая она на самом деле может быть и является И вот в этом нюансе как раз и скрывается правда Или, скажем, частичка правды, назовем это так Почему? Потому что, безусловно, нарушения какие-то имеют место быть И были констатированы Другой вопрос Насколько можно доказать данные нарушения И какими именно методами нарушения возможно доказать Нужно понимать, что в службе госдоходов Есть два инструмента Административный и уголовно-процессуальный Который является более, скажем так Жестким и более комплицированным И одновременно с точки зрения Доказательственной базы, если проведена качественная и своевременная оперативная работа То, наоборот, он очень хорошо доказывает И может, наоборот, помочь в констатации, фиктации и раскрытии правонарушения Не только административного, но, безусловно, в первую очередь уголовного И что я здесь вижу? Я просто надеюсь, что в рамках того административного процесса Который расследовала и проводила госпожа Янгена Не было достаточно весомых доказательственных фактов Которые позволили бы с стопроцентной уверенностью Предъявить вот эти И констатировать факты административного правонарушения Должностными лицами После чего, безусловно, и вот этот трюк Как бы используют Правоохранительные органы В полной мере Понимая, что Необходимо каким-то образом То есть, если есть поставлена цель и задача Убрать госпожу Янгену С ее должности То происходит Постановка задачи Оперативному субъекту Информация оперативного субъекта Не передается Госпожа Янгену Она не имеет права знать в деталях Все оперативные нюансы Работы спецслужб Службы госдоходов И начинается разработка Как раз вот субъекта Который, возможно, был в результате Административного делопроизводства Ну, не признан виновным Или к нему не было применено наказание И служба получает дополнительные Доказательственные аргументы, факты и базу То есть, теперь нужно понимать Что оперативная работа Действительно, при качественном ее проведении Она дает более широкий спектр Доказательственных фактов И теперь, получается, возбуждается уголовное дело И то должностное лицо Которое в административном процессе Избежало ответственности Оно как бы задерживается В рамках уже уголовного дела И министр финансов Тут же использует эту фактуру Для того, чтобы предъявить ее Генеральному директору Янгену При достаточно таком Интересно составленном сюжете Слушать сюжете публичном Где эта информация сливает определенным образом Своим медиапространству И источнику Для дальнейшего развития этой фактуры Но, понимаете, если из объективных моментов Я прекрасно вижу, что в административном процессе Очень часто невозможно получить Все доказательства, которые можно получить В оперативной работе И если они получены были во время оперативной работы А так оно и есть Исходя из того же анализа информации Публично доступной То и понятно, почему как бы Это лицо призвано к ответственности Почему до этого Это лицо не было Вы понимаете, генеральный директор Не менеджирует конкретные дела Каждого аудитора Каждого оперативного работника Каждого следователя Каждого, я не знаю, там Налогового консультата Это не входит в его обязанности Это общий менеджмент И тут мы видим как раз Вот эти юридические переписки и детали Которые уже выносятся на публичную площадку Из-за этого диалога Возможно, если бы госпожа Янгин сказала Да, я ухожусь с генерального директора Не было бы всех этих и служебных расследований И утечки информации в масс-медиа Причем такие достаточно специально подготовленные И с определенной фактурой Наверное, не было бы всех этих публичных сообщений И заявлений тоже Но, с другой стороны, можно понять Госпожа Янгин Она не хочет просто так отказываться от этой должности Зарплат у генерального директора тоже хорошая Хоть, конечно, и ответственность, и головная боль огромная Но сейчас работу найти не так легко Тоже Опять же, наверное, министр финансов считает Что раз он министр, то он может доказывать погоду, настроение и танцы Службе госдоходов И госпожа Янгин, мы не будем там диктовать свои условия Или свои комментарии Кого нам наказывать, кого нам не наказывать Хотя, с моей точки зрения Это действительно просто-напросто передел Сфер влияния от службы госдоходов По потокам, по направлениям И при нормальных взаимоотношениях между министром финансов И гендиректором службы госдоходов Публичности не было бы Были бы просто-напросто служебные расследования Уголовные дела Которые должны были бы результироваться С осуждающимися решениями суда, в свою очередь Это была бы просто-напросто качественная работа Которая не выливалась бы на публику А потому как эффективность служб на самом деле Определяет не настолько, сколько громко О каких правонарушениях сообщено А тем, насколько добровольно люди уплачивают налоги Декларируют товары Не используют контрабанду в целях личной наживы Или повышения сверхприбыли Обходя определенные налоговые пошлины и платежи И таким образом это и показывает Опять же в доходной части бюджета И в том, что общество доверяет Тоже самое службе госдохода В том, что общество понимает, что Они разгазаривают и они с уважением относятся к работникам Да, у нас много звонков Любовь, давайте мы послушаем радиослушателей Добрый день, говорите Добрый день Поскольку финансовая система мне очень знакома Ну, таможня это всегда было как бы место для коррупции И там сколько дел уже было, сколько всего И со стороны все-таки создается впечатление Что действительно я вам покрываю Вот это все И вот такой еще вопрос То, что, ну, Рверс там озвучил Что вы там, ну, выговор объявил Яунземы Это, ну, информация как бы частичного доступа Или как там А как понимать, что если, скажем, орден дали Это не секрет, а когда выговор, тогда уже секрет Спасибо Я не могу сказать по поводу ордена Потому как орден господин Рейерс присвоил за бюджет 2020 года господину Бомберску То есть министр финансов присвоил орден руководителю бюджетной и финансовой комиссии в парламенте И это является публичным Иногда бывает, когда служебное расследование имеет компетенциальную или информацию ограниченного доступа То данные расследования или проверки, они действительно классифицируются И классификация таким образом, особенно до момента, если происходит в том числе и обжалование в суде Как это именно сейчас происходит у госпожи Яунземы То это некоторым образом как бы ограничивает именно публичность информации для общественности Можно дискутировать необходимо или необходимо эту информацию знать Я бы сказала так, что если бы суд оставляет в стиле решение министра финансов Мы понимаем, что это не внутренние разборки по переделу сфер влияния Это объективная ситуация по этому вопросу То, наверное, тогда эта информация должна была быть публичной Как результат административного процесса И общество знает, что суд принял решение, что госпожа Яунзем административно наказана Причем наказана и обоснована за нарушение того-то, того-то и того-то пунктов Без деталей, без нюансов Теперь, если мы говорим по коррупции и проблемным ситуациям в таможне Да, безусловно, это очень чувствительная область Как и любая другая область, которая связана с движением и потоками финансов и товаров Нет ни одного государства в мире, где бы не существовала коррупция в таможенных органах Ну и не только в таможне, скажем так Почему? Потому что человеческое существо – это такое создание, которое навряд ли можно воздержать Или чем его? Вопрос только в том, насколько в государстве построена система контроля, надзора, менеджмента рисков И в результате чего минимизирована коррупция в органах таможни Что и должно было бы быть при эффективном государственном управлении, при эффективной структуре В службе госдоходов во время смены политической после Рейерса, когда в классе пришли зеленые крестьяне Министром финансов была назначена Дана Рейзнец-Озула Она провела реформу и действительно такой достаточно серьезный анализ результатов деятельности Как раз по борьбе с коррупцией внутри службы госдоходов В результате чего в службе госдоходов был от финансовой полиции отделен департамент внутренних расследований И создан отдельный субъект, отдельная структура оперативной деятельности в службе госдоходов От налоговой и таможенной полиции Она называется департамент безопасности Ну по аналогии как полиция безопасности при министерстве внутренних дел существует Как КНАП по коррупции как бы в общем концептуально на государственном уровне То внутри службы госдоходов с учетом 4 тысяч коллектива наличия чиновников и госслужащих То было решено, принято решение отдельной структуры Любовь, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу Закончим на том, что Дана Рызнец-Озолов, будучи министром финансов Провела такие перестановки реформу внутри службы госдоходов И очевидно об этом вы расскажете после перерыва Буквально 2-3 минуты и звонки в студии тоже мы будем принимать обязательно Я вижу, что люди звонят и хотят задать свои вопросы Поэтому не переключайтесь, через 2 минуты вернемся Радио Болтком Радио Болтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Хорошо, Георгий Николаевич Спасибо большое, что вы слушаете передачу Но все-таки о деле давайте Да, о деле, конечно, о деле Значит, да, мы действительно более 20 лет Охраняем все таможенные процедуры И работаем по Не только в Латвии, это и в Финляндии И по Польшу И круглосуточно работаем И транзитная процедура Это постоянная наша работа И всю работу мы производим Только по договорам с клиентами И в августе 2015 года Нам обратилась компания С просьбой оформить транзит Груза из Парта Это хладагент Это то, чем заправляются Традиционеры в автомобилях Оформить транзит Из Парта на Украину Мы проверяем все наши компании Всех наших будущих клиентов Компания была зарегистрирована Инверсофт И счет открыт Спокойно мы включили с ними договор Был рассчитан налог По инвойству нам предоставленному Это была сумма Сумма 3 тысячи Сумма 3 тысячи Сумма 3 тысячи И евро Счет был выставлен Оплачен Компанией Декларация была запущена Машина вышла из аппарата И попала Какое-то время Отвечал и перевозчик И наш клиент Из-за тем Просто ищем И когда Мы стали конкретно задавать Вопрос Где же машина Где груз Надо отдать должное Что Таможенные службы Провели расследование Соответствующим образом В течение тех месяцев Они проводили расследование И в конце концов Пришло решение Время Согласно которому Мы должны были Выяснилось Что Сумма Эмоциональная стоимость Была занижена Реально Этот груз Стоил Ну При счете на налоги Что называется Налогов Должно Было Быть Рассчитано На 13 С лишним Тысяч И Решение ВИГа Было О том Что Мы должны Соответственно С Перевозчиком Заплатить Эту сумму Бюджет Ну пополам Да Бюджет Да В течение 10 дней В течение 10 дней Иначе дальше Там уже Проблема Штаты Георгий Николаевич Я бы хотела Пояснить для слушателей То есть Когда груз Идет транзитом То налоги На этот груз Не Рассчитываются Поскольку считается Что Он проедет Через территорию Латвии И Покинет Эту территорию Соответственно За ввоз В Латвию Платить не нужно Таким образом Компания Которая Это не так Немножечко Немножечко Я понимаю Вшел вопрос Налоги Рассчитываются В таком порядке И мы являемся Гарантом Который отвечает За Государство За Уплату налогов Да В данном случае Именно это и произошло Нам было выставлено Выставлено По сути счет Требование Оплатить налоги Поскольку Мы являемся Гарантами У нас Все наши Процедуры Транзитные И Мы их гарантируем Нашим Таможенным Получительством Которые На Большую сумму У нас нет Это постоянная Ежедневная Работа Транзит Открывается Открывается Сумма Налогов Наши ответственности Поднимается В случае Закрытого транзита Она Огрышается В данном случае Это Оказалось Что Наш клиент Просто Обманул Это Транзит Оказался Незакрытым И дальше По сути Гарант Оказался Контрабат По нашему мнению И мы Обратились Службой Глазоходов С заявлением Судьбы Рассказывать Это дело Вместе Компанию Достаточно Быстро Мы получили Ответ Что Ну мы Налоги Скортили Все Служба Глазоходов Ультерна Нашим Ответом И дальше Дело Было Начато И закрыто А далее Оно было Открыто Уже По таким Пенсуальным Правилам Расследования Это было Идет Сейчас Как я понимаю Службой Глазоходов И Наделан И Меня Приглашали Приглашал Следователей На допрос Подсвидетели Я Рассказывал Все подробно По сути Сказал То что у нас В письме Было В заявлении И Более того Он Видит Предположение Это Есть Это Принимался Он Задавал Вопросы Наводящий На дед Те Другие Предприятия Это Я не знал Но Когда я Задал Вопрос Каким образом Это для нас Решится Он Ответил Наверное Что Сейчас Ведется Винтересовать Государство А Петробанка Значит И Это Не Деничный Случай То Нам Даже Никакого Ответа Не Дадут При Этом Я Работая Более Двадцать Лет Я Знаю Что Вообще Может Сделать Таможня Служба Благородов Машина Была Решист Она Уехала Все Исчезло Хотя Здесь Номер Все Наверное Она Если Она Появлялась Здесь Наверное Там Где Небудь И Ведет Грузы В Россию И В В Россию И В В В В В В В В Таможня И У Граничников По всем Границам Я знаю Что Они Могут И Эту Пошуну Посмотреть Не все Эффективные Системы То есть Фактически Получается Что Получив От вас Как гаранта Уплаченные Налоги За этот Ну Фактически Кем-то Присвоенный Груз Ну Как И Реализованный Контрабанда На территории Латвии Вы Не Получили Поддержки Со стороны Следственных Органов И самой Службы Госдохода В том Чтобы Установить И наказать Виновных Абсолютно Да Понятно Это не в интересах Можно сказать Государства Чтобы нам Помочь Найти И решить Именно Нашу Проблему Но нам Пришлось Обратиться В Государственную Полицию И Подать Дивление Распредывания Этого дела Я понимаю Что Это не Ваши Передачи Если Позвольте Я немножко Что там Дальше Произошло Ну Георг Николаевич Давайте Мы Все-таки Зафиксируем Тот Факт Что Вы Столкнулись С тем Что Служба Расследований Действует Неэффективно Она Не Заточена На то Чтобы Найти Виновных Контрабанд И даже Если налоги Уплачены Вот стоя Декларированные При въезде Суммы Это же не Не означает Что Реализованный Таким Образом Контрабанд Товар Ну Должен Продаваться На территории Латвии Это же Понятно Что Если Товар Был Ввезен Для того Чтобы Его Ну Как бы По документам Вывести За пределы Латвии А он Остался Здесь Внутри Это значит Что он Пошел На черный Рынок Таким Образом Ну Вот Бездействие Следственных Органов Оно Стимулирует Эту Теневую Экономику Черный Рынок И Мошенников Этого Быть не должно Любовь Я очень прошу Прощения Конечно Я могу Прокомментировать Еще раз Прошу прощения Было Очень плохо Слышно На самом Деле Ну Как бы То есть Аргументы И Логическую Цепочку Вот Господина Я очень Плохо Расслышала Если честно Потому что Разговор Прорывался Информация Неполная И Я могу Сказать Следующее По ситуации С транзитом С таможенными Брокерскими Компаниями И с грузами Которые Идут Транзитом Говорить По единичному Случаю Эффективности Или неэффективности Борьбы С контрабандой Я считаю Что это Не очень Скажем Так Профессионально Почему Потому что Эффективность Борьбы Контрабанды Показывает Рынок Или рынок Потребления И аналитические И статистические Данные По 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 Увеличению Или уменьшению Использования Населением Товара Момент Есть еще Очень много Деталей И нюансов Как и в любой Области Или деятельности Коммерческой Или таможенной Или любой другой Здесь идет вопрос О том Что машина То есть Перевозчик Российский Здесь идет Речь о том Что Просто-напросто Не закрыли Получается Получатель груза Не подтвердил Получение Говорить о том Что этот груз Является Контрабандным И продан На латвийском рынке Я бы Не утверждала Однозначно Почему Потому что Во-первых Я не знаю Что это за груз Который был декларирован И показан А во-вторых Я не уверена Что именно В Латвии Его оставили Они вывезли Допустим Ту же самую Россию И на российском Рынке Не продали Его контрабанды И просто-напросто Получается То что Есть ситуации При которых Не закрывают В России Говоря о том Что остается В Латвии Точно так же Допустим Когда из России Идет в Латвию Не закрывают В Латвии Возможно Груз Компании Однодневки Которые создаются Специально Для таких целей Которые специально Знают схемы И модели Возможных Использования Документов Используют Именно Такие схемы Для уклонения От уплаты налогов И реализации Грузов Проблема в том Что на самом деле Насколько я знаю В этом случае Именно в этом конкретном случае Безусловно Необходима Уголовно-правовая помощь От России По поводу Во-первых Самого перевозчика И его Индентификации Вида деятельности Машин И Руководитель Ответственных лиц Во-вторых Необходима Помощь российской Таможни Российской Границе О том Переезжала машина Не переезжала Границу Пересекла она Не пересекла Где она Останавливалась Где она Не останавливалась Опять же Утверждать Что этот груз Однозначно Продан на Латвийской Например Территории Можно только В том случае Если на машину Был поставлен Датчик Этот датчик Привел к месту Разгрузки И данную машину Разгрузили Но тогда Опять мы вернемся К тому Чтобы компетентно Судить о том Что этот груз Водан именно На латвийской территории Я должна знать Что это за груз И то Это будет только Допущение С моей стороны А не Фактура И на самом деле Реальный факт Я понимаю Что просто Таможенный Корпорат Компании Появилась проблема В связи с тем Что они сами Сообщили О такой ситуации А им же еще И насчитали За то Что они сами Сообщили Что у них Такой рискованный Клиент попался Который не закрыл Груз там На месте получения И как раз Получается Обычно Это насчитывает Как раз Административный аппарат А вот Выяснять Была контрабанда Или не была контрабанда И на чьей территории Этим занимает Обычно Государственная полиция Если это Мошенничество Но если мы говорим О мошенничестве То да Я думаю Что Бротинская компания Правильно поступила Что они обратились В госполицию Получается Если компания Мошенническим образом Предоставила документы С целью Вот И Вопрос Будет На границе Вывозили Или не вывозили Я боюсь И подозреваю Что наша браница Эта машина Пересекла Во всяком случае По документам У пограничников И у таможенников Вопрос в том Что она не закрыла Поступление груза Туда Где оно должно Было прийти И поэтому В базе данных У таможенного брокера Не появляется Получение груза На конце В результате Этого Получается Начет Я бы сказала Что это такой Процессуально-административный Вопрос Который завязан В свою очередь На уголовное расследование И который Просто набраться Компанией Которая является Как по-русски Не знаю Лаптитив Получается Лаптитив Добропорядочная Да Добропорядочный Реализатор Того вида Деятельности Которым он занимается К сожалению Ну получил Вот этот начет Как раз Из-за Некорректных Но единственный Вариант Уменьшения рисков Это кстати И на то На что Руководитель компании В начале своего разговора Упомянул О том что Они проверили Компанию Проверили по базе данных Проверили По 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 Как бы По доступным базам Данным Ну вот Здесь наверное Вот Эта Территория Где было бы Правильность В информационных Доступных Базах Которые Публичны Была бы Доступна Информация О Рисках И Рисках В том числе Как раз Поблюдение Законодательной Законопослушности Компании Но это наверное Из области Такой Будущего А не сейчас Да Любовь Да Проблема Есть Безусловно И в расследовании И в качестве Расследовании В объеме Расследования Я думаю Что полиция С учетом Того что у них Тоже большой Объем Расследования И по заключению Того же Госконтроля Тачат Сусперственной Работы Как экономических Правоохранительных Органов Так как бы И прокуратуры Именно В контексте Предъявления Обвинения По экономическим Преступлениям Мягко говоря Очень сильно И достаточно И в этой области И есть над чем Работать И есть Время И место Для самоусовершенствования И для Оттачивания Профессионализма И стачат Да У нас есть звонки Давайте послушаем Радиослушатели Добрый день Говорите Людмила Борисовна Я все-таки Позволю себе Еще раз Вас там Позволю себе Поспорить Немножечко С Госпожей Депутатом Ну во-первых Таможные Границы Евросоюза Как известно Это Внешние Границы Евросоюза А не О каких Границах Пресеченных Машиной Сказала Госпожа Депутат Я не очень понял Транзит Не был закрыт Если бы он был закрыт Скажем А машина шла Через Польшу На Украину Должна была зайти То это бы информация Была бы В помощни У меня большой опыт Я знаю Как это все работает Поэтому Конечно же Я не сказал Контроманда Произошла В Латвии Это могла быть Литва И Польша Где угодно Но в Литву В Польшу В Украину Она не вышла Я сто процентов Знаю Иначе бы Достаточно Сегодня четко Работает Вот эта служба Расследования Ну вот Незакрытых Транзитов Я говорю Что Тут абсолютно верно Поэтому Другой вопрос Что найти Эту машину Это точно Можно Куда она вышла По каким границам Она вышла Из Европы И наверняка Она ездит сюда Если она начинала Ездить Когда-то Найти Ну Правильно ли Что таможня Таможенное следствие Никаким образом Не будет к нам Нам помогать В расследовании И Этого дела Ну Правильно Было сказано Что Да Государственная полиция Теперь должна Заняться этим делом Но как он занимается Я очень надеюсь Что вы Еще вернетесь В других Среди датчик Такого вопроса Спасибо Спасибо за пояснение Георгий Николаевич Да Добрый день Давайте еще один звонок Добрый день Говорите Добрый день Очень интересно Про машину было Прям захватывающе У меня такой вопрос Бывает Вот сейчас Новый суд Намаза номет По экономическим преступлениям Да Конкретно суд Не распедывальская структура А суд Это для слушателей И значит Несколько Какое-то время назад В Нотане Это финансовая разведка Собирала конференцию И объясняла судьям Что не надо особо там Значит Копаться в доказательствах Судить и проще У меня вопрос главный У меня вопрос главный Ясно что структурирование Какое-то происходит В каком направлении Ну в принципе понятно Почему это все делается И самое такое Главное Под вопрос Вот у наших соседей Литва и Эстония Вот это То есть по аналогии Вот у нас бюро вакцинации А вакцины нет Вакцинации нету У них нету бюро вакцинации Но и вакцинируют И все нормально Вот так и в этом вопросе Вот у нас отдельный суд Инструктаж судей Что не надо там Копаться в доказательствах Отбирайте деньги Ну грубо говоря Я упрощаю вопрос И вот у соседей у наших У них так же все Упрощенно примитивно Или более значит По-человечески Да спасибо вам за вопрос Что о соседях Известна вам любовь Ну могу вам Проинформировать По поводу соседей Что в прошлом году Был осужден Латвийский известный Предприниматель И меценат По схеме ПВН-карусель По экспорту Реэкспорту Металла Господин Гомберг Очень известное Публичное лицо В Латвии Бизнесмен Солидный джентльмен Эстонский суд Его осудил Как раз Вот по налоговому Мошенниству В Эстонии Это где К слову о том Как действуют Спецслужбы Эстонии По поводу Литовских Спецслужб Ну насколько я Помню Публичная информация Которая доступна В Литве Уровень коррупции Выше Даже чем В Латвии И в Эстонии Однозначно Но последнее Громкое дело Которое было В Литве Было связано С целым рядом Задержания Адвокатов И судей Как раз По экономическим Вопросам Плюс Еще было Такое В конце года Прошлого Громкое дело По Деятельности Одного политика Насколько я Помню Не помню Просто сейчас Головы не вспомню По поводу Фамилий Который действовал В Клайпиде Это не ошибаюсь В порту И была завязка На грузы На портовую Деятельность Что я хочу сказать Я хочу сказать Что безусловно В моих глазах Как Когда-то Работавши В службе Госдоходов И финансовой Полиции Служба Финансовой Полиции Эстонии Она более Эффективная Безусловно Она более Компактная Она более Оперативная Она более Эффективно Работает Более Нацелена На достижение Определенных Конкретных Целей Но Там опять же Другой момент Просто Нужно понимать Что Слушатель Очень правильно Отметил Что у нас Есть бюро По вакцинации Но нет вакцинации Бюро вакцинации В результате Агрессивной Политики Оппозиционеров Ликвидировано Конечно Не окончательно Но с присоединением К Национальной Службе Здравоохранения Но все-таки Мы довелись Того Что его Ликвидировали И ликвидировали Приняв На заседании Сема Как раз Поправки Которые Мы предложили Я и Юлия Стефаненко По ликвидации Этого бюро И безусловно Были дискуссии По поводу Финансирования И того Чтобы все-таки Эти деньги В таком случае Которые были Выделены На это Фиктивное бюро Я бы назвала Его так Для красоты И для пиар-акции Были переданы В Национальную Службу Здравоохранения Которые Безусловно Это было бы Более эффективно Это Ну с моей точки Моя небольшая Пять копеек Поэтому вопрос Я извиняюсь Если мы говорим По финансовой полиции Налоговой И службе безопасности И потом Финансовая разведка В Эстонии Финансовая разведка Она является Структурной Составляющей Таможенной Финансовой полиции Что безусловно Помогает дополнительно Более эффективно Обмениваться информацией Не создает Конкуренцию Внутреннюю И позволяет Принимать Определенные решения По тому Какой сегмент Расследовать И где Расставлять акценты Более точечно Более конкретно И более эффективно Спасибо Любовь Да 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 Любовь Спасибо За ваш Комментарий За исчерпывающую Информацию По ситуации В службе Госдоходов И в отделе Расследования Этой организации Я надеюсь Что Та реформа Которая была Начата Предыдущим Министром Финансов Продолжится И она Будет направлена Все таки На улучшение Эффективности Службы Госдоходов И борьбы С контрабандой И защиту Интересов Латвийских Предпринимателей Которые честно Платят налоги Сегодня с нами На связи Онлайн Была Депутат Сейма И бывший Руководитель Отдела Расследования Службы Госдоходов Любовь Швецова Программу Провела Людмила Прибыльская Звукорежиссер Студии Родион Золотарев Всего доброго До встречи Через неделю На одной волне С городом Радио Болтком Продолжение следует...